привет друзья ну что более регулярные видосы возвращаются высокочастотный постинг постараемся постараемся реализовать для вас а кто мы ну не знаю наша студия из 10 дэнов наверное есть для вас история очередная история про технологическую компанию технологическую компанию такую известную как asus или asus как угодно вроде как имя происходит от слова pegasus наверное поэтому asus соответственно собственно говоря может быть вы помните из моих видосов ранее что у меня был неплохой ноут asus который я приобрел примерно за 10 тысяч крон некоторое время назад он достаточно тонкий с nvidia 2070 и в принципе кайфовый ноут относительно ну как бы есть не были к нему претензии какие к нему претензии были ну во первых очень горячий греется хотя менее горячий чем маг конечно же но все же он достаточно горячий у него странная система охлаждения нетипичная когда он нагревается естественно он достаточно сильно шумит и у него нет нампада но с другой стороны он мелкого форм-фактора поэтому здесь как бы жаловаться на это бессмысленно вот ну и использовал я его для работы над своими собственными проектами иногда для игр когда он у меня простаивал порой он у меня майнил эфир потому что 2070 nvidia еще та nvidia на которой нет фрейм или фрейм не фрейм рейт-лимитера а хэш рейт-лимитера вот lhr карты так называемые появились 3000 линейки 2000 линейка их не содержит поэтому принципе на полной скоростью мог манить естественно он при этом шумел и грелся но я оставил его домиком и все было какое-то время в порядке хотя хочу отметить что в один момент перестала загружаться система и мне пришлось в настройках у ефи поменять режим работы с intel obtain что-то там на hc ай вот я и и по-моему еще пришлось даже переставить местами нвм ешку потому что в той в том слоте где она стояла он ее не видел что я и сделала после этого он какое-то время еще работал в порядке но потом как бы он у меня отошел чуть-чуть на второй план с тех пор как меня на рабочем на работе маг поменяли тоже на asus кстати точнее мне сказали заказывай все что хочешь из дастина дастина холм я посмотрел так более-менее адекватные машинки по адекватной цене тем более для бизнеса вообще за шикарную цену по моему около 15 тысяч крон что очень хорошо я взял себе ноут с 3070 при этом он семнашка с хорошим экраном со 300 герцовым вот очень приятная машинка с амд райзеном в общем я по большей части доволен и эта машинка кстати холодная то есть она не так сильно шумит не так сильно греется по крайней мере наружный корпус естественно она больше по размеру поэтому ей это делать легче но история не о новой машинке с работы история о моем тонком asus вот собственно что с ним произошло потом если будет интересно напишите в комментариях я скину конкретно модель кажется она называется если я не ошибаюсь gw 502 вот такая тонкая модель еще сзади выхлоп при открытии дисплея открывается такой диагональный кармашек вот и вы ни с чем не спутать если это увидите поймете о чем я если когда-либо видели вот ну собственно говоря что с ним случилось в какой-то момент он начал просто вырубаться я думал может перегрев может что попробовал его использовать без нагрузки нет это в общем он стал вырубаться время от времени и потом в какой-то момент он просто выключился и больше не стал включаться ну я написал продавцу я брал его по ушным с финна финна так как цена такая 10 тысяч то есть он новый стоил за двадцать двадцать с половиной тысяч то есть дороже даже чем мой рабочий вот и при том что он слабее но он типа ультра бук компактный вот поэтому наверное цена такая в общем я написал продавцу говорю если у вас pdf к с гарантией он говорит да да есть вот прислал и лакими так сказать оказалось что на этот бук действует пятилетняя гарантия куплен он соответственно был по моему в 19 20 21 22 23 24 то есть еще как бы два года гарантия действует ну я как бы незамедлительно начал разбираться какой вообще порядок гарантийного обслуживания этой всей истории вот как надо в общем оказывается примерно он следующий нужно найти сервисный центр для вашего города для меня это или элькер нордик называется сервис официальный дистрибьютор типа асоса и знаю в этот элькер нордик заполняете естественно кучу полей что случилось что за девайс какой серийный номер опишите проблему приложите pdf к покупке бла 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 просто как вы это все сделаете система немножко потопит и сгенерирует вам три бумажки лейбл для печати для отправки и еще там рецепт с логином и паролем где вы можете статус следить отслеживать отправки и еще одну какую-то бумажку в общем повторяющуюся 1 по моему с логином и паролем 2 без просто чтобы можно было кому-то показать в общем распечатываете лейбл клеите на коробку кладете это все в коробку отправляете так есть так я сделал собственно отправляется это все на почте за бесплатно то есть просто отдаете посылку на почте здесь почта в супермаркетах соответственно вот видите я сейчас иду с почты что может вам подсказать о чем-то в общем ноут этот был очень долго статусе каком-то неоднозначном в каком-то во первых я увидел что его получил сервисный центр то есть почты претензий не было но типа дальше статус из разряда ожидайте статуса вот ну я естественно ожидал я понимал что это минимум наверно на месяц затянется со скоростью норвегов скоростью еще из наверняка сервиса который неизвестно вообще где находится как работает куда-то они что пересылают в общем потом мне пришло второе письмо уже не отелька нордик а от непосредственно что они переполучили как бы посылку отелька нордик и осуществляют ремонт а при этом статус никак не обновился в элькер нордик то есть зашибись они даже ленятся как-то обновить статус что типа так и так вот все хорошо процесс движется ну да ладно в общем и реально на месяц ноут завис то есть никакого обновления нигде статусов не было я видел что он на починке я не видел никаких описаний что с ним то есть что в нем несправно будут ли заменять не будут что будут делать а если я забыл упомянуть что перед отправкой я снял с него свою нвм ешку то есть я его разобрал благо там штук 12 винтов всего нет никакого клея и прочей ерунды раскручиваете 12 винтов снимаете нижнюю крышку и в принципе не сильно сложно он разбирается и там два слота под нвм е что очень приятно но на одном слоте написано nvm е sata на другом только nvm е типа точнее там написано писи и и на одном и на втором писи и sata как-то так было по моему я к сожалению не сфоткал вот ну вот эти как раз слоты я так понял проблемные потому что я помню что когда я переставлял из одного в другое то проблема то появлялась то исчезала плюс настройка в биосе вот это intel obtain и так далее вот ну в общем собственно я хочу рассказать в итоге в какой-то момент мне от пост она пришла уведомление пришло что меня ждет посылка я подумал наверное судя по весу эта посылка от сервисного центра наверно все хорошо в общем естественно в учетке никакого статуса ничего не обновилась вот в общем плане какого-то обновления статусов или общения с поддержкой или чего-то такого вообще ничего такого нет и такой возможности нет просто как бы чтобы вы имели ввиду если вдруг рассматриваете то есть я в принципе всегда любил эту фирму в том смысле что она достаточно качественные продукты делает но вот такой саппорт честно так еще и для скандинавии немножко мягко говоря портит ну да 5 лет это классно но портится конечно впечатление но это это все еще все что я рассказал это как бы еще мелочи в общем пришел мне ноут забрал я посылку открыл огромная коробка куча в ней такой прокладной штуки чтобы защитной воздушные мешочки все как бы упакован ну ничего внутри нет никаких ни подсказок заметок ничего думаю ну ладно будем значит тестить живую разобрал снова его поставил на мешку он включается заходит в bios и все хорошо но я подумал так но сейчас буду как бы делать нагрузочный тестинг потому что если железка изначально с ну разработана косячно да либо разработана косячно либо конкретно мне попался косячный образец то нагрузочного тестирования она не выдержит и я как бы снова борщусь в сервисный центр уже более как бы с какими-то преды предъявами как бы ну вот и в общем естественно система загрузилась точнее мне пришлось по моему все установить потому что там что-то не работало но это скорее всего нюансы моих деплоев установок вот как я там пытался все это сделать и в общем я система установила она загрузилась вроде бы все ничего не предвещало беды все работало более несправно и я как бы думаю ну все система поставилась но вот не зависает но вот работает не перезагружается как бы не уходит в защиту вот как тогда просто вырубался да причем он выключался такой такой красивой анимации как будто типа я его выключил сам но при этом вырубался случайный момент вот сейчас вроде не вырубался но думаю первое что я ставлю естественно лол майнер чтобы сделать нагрузочное тестирование ставлю на охлаждающую подставку ставлю при этом вот домиком то есть вообще случай просто из идеального открываю поставлю поближе к окну к свежему воздуху вот как бы все включаю думаю ну сейчас как бы либо либо панель пропал ну что вы думаете первые минут пять наверное все хорошо ничего не происходит он как майнит все окей я думаю так ну похоже неужели сервисный центр действительно все отремонтировал причем а важный момент я абсолютно точно уверен что это мой ноут потому что я вижу состояние винтов состояние внутри то есть ну короче коцки я помню да примерно то есть я могу сказать что это незамененное устройство это именно починенное моё устройство мне пришло ну и соответственно проходит минут пять и он отрубается я думаю ну что ж такое блин включая его правда в этот раз он не полностью отрубается отрубается то есть не полностью отрубается безвозвратно да основа включается но вылазит сообщение о что же там было а нет он он нет в руку ничего не влазник их сообщение просто начинает грузиться в систему доходит до момента где грузит ядро то есть граб появляется граб выбираешь гаруда линукс и как бы в этот момент начинает грузиться ядро и он уходит в перезагрузку вот я думаю так ну может софтверная проблема сейчас попробую поставить другой дистрибутив как бы вдруг это дело во мне или в гаруде или в нвм ешке вот вставляю живую флешку загружаю то же самое загрузится ядро и ноут уходит в перезагрузку думаю так помню что с intel obtain вот этой фигней там было что-то не так сбрасываю bios на умолчанию выключаю intel то же самое ничего не работает вот и что я в общем пробовал я нвм ешки в разных слотах пробовал я разные системы загружать результат один и тот же он уходит просто full of как бы смысле не full of в рестарт то есть выключается и включается заново такие вот дела в общем то что я и думал то есть сервисном центре как чинят асусовском так чтобы просто заработало никакого после починки нагрузочного тестирования никакого тестирования операционными системами вот они наверное в сервисном центре увидели о ну уефе загружается в нем там анимация 10 минут потестили в уефе не зависает да ну я кстати потестил действительно что в граве что в уефе машинка работает то есть зависает она только при загрузке полноразмерной операционки вот ну и соответственно что делает что заставляет меня думать что полноценная загрузка системы она дает нагрузку либо на процесс либо на видеокарту просто ли видеокарта начинает греться там что-то где-то не в порядке в этом в этих цепях как бы да по питанию видеокарты по питанию процессора не знаю и как бы нагрузка нагрузку устройство не выдерживает и отрубается вот это моя версия как бы происходящее естественно сервисный центр мне ничего не написал ничего не рассказал не объяснил в общем в плане того что гарантия длинная лайк в плане дизайна устройства дизайна не внешнего как он выглядит давни где выглядит неплохо дизлайк на самом деле и внешнему дизлайк потому что корпус не открывается полностью вот так он открывается максимум вот так причем этот косяк что самое ладно это простительно ультрабуку еще и то я я не считаю что это не простительно никому потому что еще в 90 делали ноуты которые открываются не то что на 180 даже чуть больше вот так вот просто дизайн дизайн петель как бы более более как сказать более широкий но даже на моем новом рабочем буке они искусственно сзади сделали пластиковые такие как сказать бортики чтобы экран при максимальном уровне опирался в них ну да с одной стороны это классно что это предотвратить поломку петель потому что люди пытаются открыть сильнее они могут да с другой стороны блин предотвратить поломку петель это это конечно здорово почему бы просто сделать не сделать петли которые открываются так что экран ложится на стол да то есть полностью пусть он не будет превращаться в обратную сторону в режиме планшета потому что режим планшета зачем хотя на самом деле режим планшета был бы удобен, пусть в нем даже нет сенсорного экрана, например то же самое, то что я ставлю, чтобы ноут не перегревался, когда он что-то рендерит, или например фильм посмотреть, да, поставить на стол где-то чуть-чуть вдали от себя, очень удобно, если вам в данный момент не нужна клавиатура. Почему не реализовать это, я не знаю. Почему не сделать нормальные петли, наверное потому что хотят, чтобы люди заменяли технику, да, чтобы постоянно наломалось, приходилось, то есть, ну, запланировано старевание, вы это все знаете, прекрасно без меня. Вот, такие грустные новости, то есть за сервисную поддержку очень спорно, то есть починили, да, починили полностью, нет, общение с клиентом, никакое вообще, ужас, бесплатная доставка есть, то есть, вроде как бы, хочется поставить лайк и сразу дизлайк, другой лайк и сразу дизлайк, дизайн вроде прикольный, но петли не открываются, и так далее, то есть, и вот так совсем, и блин, честно говоря, я даже не знаю, вот, сколько у меня разных ноутов, я тестирую, как бы смотрю, как они работают, у коллег там и так далее, и вот Lenovo там ноуты, HP ноуты, да, блин, что могу сказать вам, ребята, очень грустно осознавать, но сейчас может быть, конечно, фреймворк, ноутбук неплохой, или System76 ноутбук неплохий, но вот это специфические производители, среди массовых производителей, там Dell еще раньше были более-менее, да, хорошие, среди массовых производителей, друзья, как я сейчас могу видеть, практически не осталось ни брендов, ни моделей, которые были бы адекватны в плане всего, вот, то, что мне нужно, то есть, чтобы они были durable, надежные, долгоиграющие, не перегревались, стоили адекватных денег, имели качественный дисплей, приятный тачпад, в общем, Average Good, да, типа того, среднехорошее устройство, вот на твердую четверочку или пятерочку даже, там единичные какие-то примеры есть, конечно, на четверочку, но вот так, чтобы на 4,5 или 5, к сожалению, нет, знаете, вот 3,9, там 3,7, 3,9, 4, если по пятибалльной шкале, вот такие вот грустные, у меня для вас новости про ноутбуки, вот, но традиционная рубрика, возвращаю, точнее, она уже вернулась, она не всегда была с нами, но все же немножко тоже поговорим про крипту, рынок продолжает чуть-чуть понижаться, падать, но не сильно, не сильно, не страшно, то есть, так, умеренно, и мне кажется, что сейчас у нас может быть даже, я изменю свой прогноз, который я всегда говорю, что там, будет, ну, в большой перспективе будет рост, этот прогноз я не менял, и не меняю, и менять не буду, но если говорить про короткую перспективу, да, то есть полгода, например, полгода-год, вот это короткая перспектива, то я, мне кажется, что сейчас может быть такой дип, то есть, просадочка, до, по битку, да, сейчас по битку говорю, всегда, всегда, когда не упоминаю крипту, говорю про биток, думаю, вы это понимаете, тем более, тысячи долларов, 10 тысяч долларов, в сумму только для пятка соответственно посмотреть на графике сейчас вот представьте себе график и наверное не буду это видео редактировать поэтому она будет как есть вот там такой как бы вырезался паттерн что может реально курс опуститься до диапазона 18 22 то есть от 18 до 22 тысяч долларов вот такое у меня подозрение может быть даже скорее ближе к 22 все-таки чем 18 но так грубо говорю но этот deep будет очень классным потому что это уровень поддержки очень мощный который биток мне кажется не пропустит и в принципе дальше пойдет новый цикл который должен был начаться раньше но не начался то ли из-за войны то ли из-за каких-то еще эффектов в общем закон комплексной нашей реальности с вами экономической да это цикл не начался но он начнется тогда когда биток нащупает свое новое дно то есть новое дно это будет 30 тысяч долларов или 27 или 25 или 22 или 18 я не знаю но мне кажется что на уровне 18 это прям минимальный уровень то есть 50 процентов потери курса от текущего момента но не ниже и после этого нас ждет новый bull run bull run до уровней выше 70 тысяч вот то есть это скорее всего 75 85 до 100 тысяч включительно вот такой у меня прогноз и как раз таки мне кажется что это очень здорово что сейчас курс опускается потому что отличная возможность для тех кто хочет закупиться сейчас спокойно не торопясь подождать пока курс устаканится хотя может он уже устаканился но в общем грубо говоря в рамках двух трех пяти дней посмотреть на курс дождаться когда он перестанет сильно подниматься или опускаться и взять себе например на 500 долларов или на тысячу сколько у кого есть или на 5000 взять себе точка вот и ждать уже на лонг ранее как бы полгода год или больше то есть вот от текущего момента можете засекать полгода год я думаю что в рамках этого срока мы точно уже нащупаем дно и мы точно уже пойдем вверх то есть максимум когда это произойдет это я думаю что во фрейме ближайших полгода но если мой прогноз не вдруг не сбудется то с полгода до года вот такой диапазон например 9 месяцев 10 месяцев по 11 месяцев вот в общем то на этом наверное все я хотел вас основной акцент сделать на сис сервисной службе asus а и то что было в первый мой кейс я сделаю обязательно обзорное видео по второму кейсу когда ноут снова вернется или как когда к а в общем то во втором кейсе я включил письмо к асусу в котором я сказал что ребята пожалуйста либо отремонтируйте нормально с нагрузочным тестированием чтобы он не перегревался чтобы он работал корректно не и проверьте его на двух-трех-четырех операционках двух-трех-четырех нвм е или как бы если это такая история как бы будет повторяться снова то я незамедлительно как бы буду вынужден делать разгромный обзор как бы что вот такая компания как asus производит такие устройства еще и ладно то что производит еще и осуществляет такой безалаберный сервис для клиента то что я напишу сделаю видосик напишу об этом статью в принципе вы уже видите видосик но естественно это видосик для русскоязычной аудитории этот видосик для небольшой аудитории которым мало кто не очень много кто смотрит да не очень много кто знает но если такая ситуация действительно повторится и как бы мне не будет осуществлен грамотный ремонт или возврат средств то я буду вынужден как-то попробовать зафорсить эту тему знаете сделать какой-то обзорчик такой больше стиле блогеров в разрезе дома спокойно рассказать показать устройство показать с ним проблемы вот в таком формате сделать видео опубликовать его и сделать прям промо маркетинг для этого видео чтобы грубо говоря чтобы он этот промо ролик дошел до службы поддержки того же asus и чтобы они поняли что делать так нехорошо естественно я не сильно верю что у меня получится если вдруг не будет такой негатив во первых я не верю в негативный исход мне кажется что все решится хорошо в итоге но если вдруг пойдет негативный исход и мне придется делать это видео я конечно слабо если честно верю в то что мне мои моего моей известности моих каких-то хватит для того чтобы эту проблему публично как-то просмотреть да публично ее огласить чтобы все знали они но попытка не пытка как еще публично огласать проблемы если не озвучивать их один раз озвучивать их 2 раз озвучивать три раза в какой-то момент со временем просто я надеюсь что со временем мои каналы наберут достаточное количество подписчиков и достаточно количество компаний ими будет не то что интересоваться но считаться со мной скажем тогда в плане потому что обзоры железа мне кажется это очень интересная тема и давно не на этой сфере в этой сфере работает много ребят девчат тоже но все равно хотелось бы себя немного хотя бы части посвятить этой теме потому что люблю железо люблю софт и обзоры софта обязательно тоже будут поэтому конечно приятно было бы если бы более более качественные обзоры для железа делать ну а на этом я хочу сказать всем пока спасибо за просмотр и встретимся в следующем видео закончим таким кадром пока пока